Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему девизу «Зову живых, оплакив и мёртвых, разбивая молнии» мы вам рассказываем то, что вам никто не будет нигде рассказывать. Сегодня мы продолжаем разговор о женщинах. Мы продолжаем разговор о климаксе, о предминструальном синдроме, но мы будем говорить о сексуальной активности. На самом деле мы будем говорить не только о женщинах, мы будем говорить и о мужчинах, потому что женщины живут вместе с мужчинами. Это целый, поверьте мне, коллектив, который называется «Семья». И в этой семье, к сожалению, происходят различные раздоры, в том числе из-за такой малости, как колебания уровня гормонов и состояние женщины, конечно, влияет на состояние мужчины тоже. Но прежде всего мы хотим рассказать о состоянии женщины. Мы хотим рассказать о состоянии женщины самим женщинам, но мы хотим рассказать о состоянии женщины еще и мужчинам, потому что они явно не понимают, что происходит с женским организмом и ведут себя, в общем-то, очень часто, я бы сказал, по-хабски. Нас подвинули на это несколько комментов, нас просили об этом рассказать. Сегодня мы продолжаем об этом разговор. Мы уже сделали одну мини-лекцию на этот счет. Если вы эту мини-лекцию не смотрели, у нас специальная есть теперь плейлист женское здоровье, я вас советую, посмотрите. Ну, кто не хочет смотреть, потому что у него нет времени, краткое содержание предыдущей серии. Буквально несколько минут я это все напомню. Итак, мы говорили о том, что в менопаузе огромное количество симптомов. То есть, у женщины прекращаются мечны, начинается огромное количество неприятных ощущений. Мужчины и сами женщины не понимают, откуда все это. В общем-то, откуда вся эта страшная болезнь навалилась. На самом деле, многие врачи, вместо того, что мы здесь изображаем Малышева, в общем-то, правильно делаем. Потому что вместо того, чтобы объяснять, что происходит с женщинами, почему это так, они ничего не рассказывают, а по большей части пугают. Вот здесь, например, в верхней части этого слайда изображено изображение, которое я взял у гинекологов. Вот так они обозначают эту самую менопаузу, последняя менструация, и наступил такое состояние страшное, которое называется климактерий. И вот этот климактерий, он не один, он еще и с постменопаузой, обратите, пожалуйста, внимание, не один климактерий. Вот это прямо идет в старость. То есть, мало того, что у женщины прекращаются месячные, наступает какой-то страшный климактерий, но эта женщина еще идет к старости. А внизу, это уже результаты наших собственных исследований, которые говорят о том, что именно вот к этой дате, а эта дата, это приблизительно 50 лет в нашей стране, у городского населения, когда прекращаются месячные, у женщин наступает менопаза. Так вот, именно к этой дате приурочены стрессы, язвенная болезнь, дорсопатия, депрессия, избыточный вес, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение и артериальная гипертензия. Откуда такой комок проблем? Почему на женщину в этот период столько сваливается? Ну, мы уже это рассказывали, но еще раз повторим, откуда взялась эта напасть. Дело в том, что вообще в этот период, забегая вперед, наступает дефицит эстрогенов и дефицит прогестерона. Это гормоны, которые есть у женщин в детородном возрасте. И обратите внимание, дефицит эстрогена ведет к нарушению липидного обмена, жирового обмена, к инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность является патогенетически главным механизмом развития ожирения, развития сахарного диабета. Артериальная гипертензия, что это такое, рассказывать не надо. Накопление висцерального жира, это и есть ожирение, гиперкагулопатия, это свертываемость крови повышается, развитие воспаления. А что такое воспаление? Воспаление это означает боль во всем организме. Ну и дефицит прогестерона приводит к подверженности человека стрессу. И вот обратите, пожалуйста, внимание, связь между уровнем гормонов и возрастом женщины. И вот здесь это самое видно, как это все снижается. По гамкам мы сейчас еще поговорим. Но дело в том, что есть еще и месячные. Так вот, во время месячных, которые, к сожалению, гинекологами часто изображаются очень и очень странно, я сейчас покажу как, во время месячных настроение у женщины тоже может портиться, и от этого страдает отношение в семье. Причем мужики, они этого абсолютно не понимают. Они думают, ну подумаешь, небольшое кровотечение. Они просто не понимают, что это не небольшое кровотечение, а на самом деле это малый климакс, если мы посмотрим на то, что происходит с уровнем гормонов. Обратите, пожалуйста, внимание, после того, как прошло время овуляции, беременность не наступила, яйцеклетка не была оплодотворена, происходит падение уровня как эстрогена, так и прогестерона. И перед месячными непосредственно этот уровень низкий, и во время месячных этот уровень очень низкий. В результате, к сожалению, происходит то, что я говорил, значит, это падение активности гамкоргических нейронов, потому что именно этим прогестерон, он является фактически одним из вариантов лекарства, которое наряду с бензодиазепинами может рассматриваться действительно как лекарство, которое повышает активность гамкоргической системы. А гамкоргическая система является тормозящей. И вот из-за этого фактически у женщины в климаксе, неважно, или в критические дни, происходит важная, очень и тяжелая, достаточная ситуация. Представьте себе, я сейчас обращаюсь к мужчинам, что вы лишились возможности каким-то образом себя успокаивать. Каждый человек, ну каждый мужик как-то по-разному себя успокаивает. Кто там рюмкой водки, кто еще чем-то себя успокаивает. Так вот, вы лишены этой возможности успокоиться, вас этого просто лишили. У вас этой возможности, как вы будете себя чувствовать? Вы будете себя чувствовать отвратительно. Плюс еще, если это климактерический период, то, конечно же, начинаются всякие болячки из-за дефицита эстрогена. Пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы все запомнили, и женщины, и мужчины, что дефицит прогестерона, это и есть тревога. Неважно, когда это происходит. Перед месячными, во время месячных, или в состоянии климакса. Потому что прогестерон, еще раз, является важным элементом тормозящей системы у человека, у женщин. Если, соответственно, прогестерона нет или его мало, то гамкоргическая система тормозящая отказывается, и поднимают голову драконии вот эти все неприятные вещи, которые связаны с тревогой. Вы знаете, что мы привыкли изображать тревогу в виде дракона. Почему? Тело дракона – это две основные тормозящие системы. Серотониновая и гамкоргическая. Так вот, серотониновая, она в данном случае может быть интактна. Женщина может не страдать никаким тревожным расстройством. Все у нее в жизни нормально. Но гамкоргическая система в результате падения активности прогестерона, она снижает свою возможность тормозить различные нейроны. Они все поднимают голову. И начинается огромное число симптомов. Вот плюс к тем болячкам, которые, еще раз подчеркиваю, плюс к тем болячкам, которые возникают из-за проблем с астрогенами, плюс к тем болячкам возникает множество жалоб, которые связаны с падением активности гамкоргических сил. По сути, по сути, это настоящее тревожное расстройство, которое связано с климаксом, которое связано с предминструальным синдромом. То есть, это настоящее, в общем-то, расстройство. И, соответственно, это расстройство надо как-то лечить. Мы говорили о том, что очень хорошо использовать в этой ситуации анвифен. И мы рассказывали, почему анвифен хорошо использовать в этой ситуации. Потому что анвифен фактически имитирует действие гамк в отношении гамк-Б рецепторов. Не в отношении гамк-К рецепторов, как действует прогестерон, а в отношении гамк-Б рецепторов. Этот механизм, конечно, более слабый. Но этот более слабый механизм, он еще и лучше переносится. Потому что, если, например, использовать более эффективные препараты типа бензодиазепинов, то, конечно, мы можем получить массу побочных эффектов. Вот мы об этом с вами говорили в предыдущей лекции. Но сегодня мы идем дальше. Мы поговорили о прогестероне, которая фактически имитирует и изображает из себя гаммкаргическую систему, помогает гаммкаргической системе. Сегодня мы будем говорить об эстрогенах. Вот мы говорили о том, что падение активности эстрогенов имеет за собой, влечет за собой целое, самое огромное количество неприятностей, связанных с соматической сферой. То есть, это инсулинорезистентность, это изменение, ухудшение липидного обмена, это эвисцеральное ожирение. Но еще очень важная роль эстрогена, мы об этом говорили, что эстроген способствует повышению дофаминовой активности нейронов головного мозга. Причем есть очень много механизмов, мы сегодня о них даже не будем рассказывать, потому что их на самом деле много. Но как-нибудь мы об этих механизмах обязательно расскажем, потому что я знаю, что многие наши зрители, они эту тему о том, как повысить активность дофамина, они очень любят. Ну, кто хочет, уже может сейчас прочитать, пожалуйста, вот есть исследование, это обзор. Вот в этом обзоре очень подробно рассмотрены разные механизмы повышения активности дофаминовых нейронов. Еще раз подчеркиваю, они разные, их очень много. Если мы сейчас вернемся опять вот к этой картинке, то мы с вами увидим, если падают эстрогены, то у женщины, конечно же, падает активность дофаминовых нейронов. И, собственно говоря, это наступает, вы видите, с возрастом, мы опять же говорим о климактерии, будь он неладен, проще говоря о климаксе, вот здесь падает активность дофаминовых нейронов. К чему это все приводит? Ну, на самом деле это приводит к куче различных проблем, проблем, которые связаны как с женским организмом, сейчас о нем расскажем, так и с организмом мужчины. Потому что дофамин является очень важным нейромедиатором, который определяет влечение. Если у человека нормальная активность дофаминовых нейронов, то у него есть половое влечение. Нет дофаминовых, то есть малоактивных, низкая активность дофаминовых нейронов, у него снижается влечение. Влечение также на влечение влияет пролактин, но пролактин снижает уровень влечения. А вот активизирует влечение, это, конечно, дофамин. Итак, если падает активность эстрогенов, то есть у человека мало эстрогенов у женщины, то, конечно, падает активность дофаминовых нейронов. И вот здесь начинается абсолютно непонимание, что происходит. Причем это непонимание, как демонстрируют и женщины, и мужчины. Вот это просто стабильная вот эта вот дурацкая шутка, что подходит мужик с топором и говорит, «Если у тебя сейчас опять будет болеть голова, то вот, ну, понимаете, значит, это насилие, агрессия и прочее, прочее». То есть мужчина не понимает, что происходит с организмом у женщины. Он просто не понимает, не осознает, что у нее мало дофамина, и, соответственно, снижается либидо. Сама женщина тоже этого не понимает. Женщина думает, что у нее снижается либидо не потому, что у нее низкий уровень дофамина, у нее страдает дофаминовый нейрон. Нет, она думает, что она плохо себя чувствует. Но вы помните все эти неприятности, которые связаны с дефицитом прогестерона и эстрогенов. То есть вот эта тревожность, да, вот куча различных симптомов соматических, плюс еще болячки. И, соответственно, она тоже вот не понимает, как можно к ней вот в этой ситуации предъявлять какие-либо претензии. Если люди друг друга не понимают, то начинается, к сожалению, вместо того, чтобы, ну, как бы найти какой-то совместный выход, так, совместный выход, это, конечно же, обращение за медицинской помощью своевременно. Люди начинают выяснять взаимоотношения, и очень многие браки, к сожалению, в нашей стране распадаются у женщин в это время. Ну, надо вам сказать, что карикатуры и мемы, на этот счет, они продолжаются, все равно, видите, климакс лучше переносить со всей страной. То есть, еще раз говорю, многие мужчины не понимают, что это им тоже все равно аукнется. Потому что сейчас у нас, к счастью, я очень это поддерживаю, многие женщины, а я считаю, что женщины, в принципе, должны быть шире представлены в органах государственной власти. Во всяком случае, женщины детородного возраста, это точно, потому что у них они точно прикрыты прогестероном и эстрогеном, значит, они будут размышлять и думать гораздо лучше, чем мужчины, и во всяком случае, гораздо спокойнее. Так вот, вот этот климакс, он все равно на мужчинах так или иначе скажется. Поэтому, в общем-то, скажется вообще на всей стране. Это на самом деле наша общая проблема, и решать ее надо. Теперь очень важна еще одна вещь, я хочу рассказать женщинам о том, к чему это все приводит. Вот кажется, ну что такое снизилось либидо? Ну подумаешь, там будет принят какой-нибудь не тот закон. Не в этом дело. Оказывается, снижение либидо неблагоприятно влияет на организм самой женщины. Почему это так? Потому что было показано совершенно, вот это очень интересный был ряд исследований, потому что исследователи, вообще-то говоря, задумались. А зачем женщине нужен оргазм? Вот почему мужчине нужен оргазм, это понятно. Нет оргазма, не будет продолжения рода. Продолжение рода у женщины может быть и без оргазма, я думаю, все это знают. Но ведь зачем-то оргазм нужен, ведь природа, она, понимаете, она не расходует свои силы зря. Значит, зачем-то оргазм нужен. И вот ученые бросились этот вопрос изучать. Одно из объяснений, зачем нужен женщине оргазм, оргазм способствует улучшению кровообращения. Вот это было зафиксировано в ряде экспериментов. Вы видите вот на картинке, это вот точки, это активные различные участки головного мозга. А что такое активность различных участков головного мозга нейронов? Это там больше крови. То есть мы наглядно видим, как улучшается кровоснабжение во время оргазма. И самое интересное, что этот эффект продолжается и после оргазма тоже. И в общем-то ученые показали, что аноргазмия, то есть отсутствие оргазма, ведет к атрофии головного мозга. Зачем я это все рассказываю? Я рассказываю это женщинам, чтобы они поняли, что в возрасте менопаузы очень важен все равно оргазм. Очень важен не только в детородном возрасте, но и важен особенно, когда человек стареет, оргазм очень и очень важен. Я обращаюсь и к мужчинам, которые живут с этими женщинами. Поверьте мне, оргазм для женщины в этом возрасте имеет огромное значение. Потому что если не будет достигаться оргазма, то риск атрофии головного мозга. А что такое атрофия головного мозга? Это деменция. То есть все равно эта проблема, так или иначе, вас, мужчины, я говорю, мужчина вовращаясь, вас, мужчины, коснется. Таким образом, вот связанное с падением активности эстрогенов, вот это снижение активности дофаминовых нейронов, очень и очень оказывает неблагоприятное влияние на организм женщины. Но поверьте мне, окажет неблагоприятное влияние и на организм мужчины, который с этой женщиной проживает. Что, какие у нас есть возможности лечения вот этой вот, собственно говоря, дофаминовой недостаточности. Ну, во-первых, заместительная гормональная терапия. Вот здесь, к сожалению, это не моя область. Я не являюсь гинекологом. Я мало что понимаю в заместительной гормональной терапии. Я просто взял слайд, обратите внимание, монотерапия эстрогенами. Здесь показано, как это все происходит. Монотерапия эстрогенами, к которым добавляется прогестерон. Помните, соответственно, что дефицит и эстрогенов, и прогестерона. И все это очень и очень хорошо. Поверьте мне, я двумя руками за заместительную гормональную терапию. Беда состоит, как всегда, в нашей отечественной медицине. В чем эта, собственно говоря, беда заключается? Обследование перед назначением заместительной гормональной терапии. Пожалуйста. Ну, сбор анамнеза. Это ладно, поговорили. Ничего тут страшного. Общее гинекологическое обследование, но тоже доступно. А дальше смотрите. Онкоцитологическое обследование. Представляете, сколько это все стоит. УЗИ органов малого таза. УЗИ эндометрия влагалищным датчиком. И так далее. Маммография. Определение ДС-мотор терапевта. То есть, нужно подключать еще одного консультанта. Определение уровня глюкозы или по протеину в крови. Это биохимический анализ крови. И если там какие-то изменения, соответственно, надо подключать эндокринолога. Дальше куча различных анализов. Оценка функций щитовидной железы, биохимия крови, ЭКГ. Значит, если там какие-то изменения, то кардиолог. То есть, для того, чтобы получить эту заместительную гормональную терапию, в общем-то, надо в настоящих условиях постараться. А что мы сейчас имеем? В настоящее время мы имеем дикий развал в медицине, рост смертности и пандемию COVID-19. Вряд ли это, ну, когда-нибудь вот эта проблема в обозримом будущем заместительной гормональной терапии будет решена. Тем более, что у нас в народе по поводу заместительной гормональной терапии, мы как-нибудь об этом расскажем, существует масса каких-то совершенно непонятных россказней. Просто слухов о том, что заместительная гормональная терапия может способствовать там развитию рака, способствует развитию там появлению лишнего веса, ожирению и тому подобное. То есть, пугалки, страшилки, они вот это в население нашем ходят. Это на самом деле ужасная вещь. Еще раз говорю, это сказывается на организме не только женщины, но это сказывается на организме мужчин, которые с этими женщинами живут. То есть, это на самом деле общая для нашей страны проблема. Ну, как всегда, мы что-то свое предлагаем. Вы же знаете, что мы не любим тупиковых ситуаций. Мы говорим о том, что всегда из любой ситуации есть выход. Этот выход связан, вы, конечно, будете удивлены, с тем же самым анвифеном. Мы многократно рассказывали о продофаминовом эффекте анвифена, который, в общем-то, подтвержден как исследованию во всем мире, так и в исследовании на животных. Пожалуйста, кому это интересно, посмотрите еще раз, посмотрите эти ролики про продофаминовый эффект анвифена. Я думаю, это очень и очень будет полезно. Ну, на самом деле, говорилось о том, прежде всего, и в нашей литературе, есть данные о стриатоме. Сейчас вот вы посмотрите, где находится стриатом. А рядом находится прилежащее ядро. Это так называемая система вознаграждения. Вот вы помните, мы говорили о либидо, мы говорили о влечении. Так вот, это, конечно, дофамин, активность дофаминовых нейронов, именно в системе вознаграждения. Ну, и можно сказать, поскольку, так, грубо, якобы, что они располагаются рядом, то, может быть, активность дофаминовых нейронов из стриатома, она распространяется и на систему вознаграждения, на прилежащее ядро. На самом деле, сейчас становится все больше и больше ясно, что у анвифена есть самостоятельная возможность влиять на прилежащее ядро, на систему вознаграждения. За счет чего это происходит? И мы, кстати, об этом тоже рассказывали. Итак, как работает система вознаграждения у человека? Ну, например, услышав о том, что будет секс, это если нет климакса и все нормально, вы чувствуете себя хорошо, то возникает прилив дофамина. И это все прекрасно. Затем наступает ситуация, когда сам секс, к сожалению, иногда часто бывает, что сам секс не такой хороший в плане выброса дофамина, как ожидание секса. Почему это происходит? Этому препятствует выбросу дофамина, препятствует активность двух систем, гаммкаргической и глутаматной. Обе эти системы работают в прилежащем ядре таким образом, что снижают дофаминовую активность. Что же можно сделать? И как здесь работает анвифен? Показано очень интересным исследованием. Пожалуйста, я думаю, что мы это исследование, ссылку на это исследование, вывесим в описании ролика. Анвифен действует на так называемые альфа-2-дельта субъедницы кальциевых каналов. И в результате, поскольку эти самые каналы находятся, кальциевые каналы на глутаматных нейронах, в результате снижается активность глутаматных нейронов. То, что мы вам рассказываем, находится на самом передовом острее современной фармакологической науки. В результате очень большая вероятность того, что у анвифена есть самостоятельное влияние на систему вознаграждения, падает активность глутаматных нейронов, а всё это означает, что дофаминовые нейроны могут растормозиться больше. Потому что одна из двух систем, которые тормозят их активность, она действует гораздо слабее под влиянием анвифена. Итак, что такое анвифен и как он действует на половую активность, на половое влечение? Конечно, он будет усиливать половое влечение. Что на самом деле нам и нужно, потому что вы помните, что женский оргазм, что снижение уровня дофамина неблагоприятно влияет на жизнедеятельность организма женщины, но и неблагоприятно влияет на жизнедеятельность мужчины, который рядом с этой женщиной живёт. Пожалуйста, имейте это в виду. Значит, и даже если уровень гормонов упал с возрастом, то, конечно же, можно использовать анвифен, если вы, опять же, очень боитесь заместительной гормональной терапии. Я бы, ещё раз говорю, этого бояться не стал, но ещё раз говорю, очень много препятствий на пути получения заместительной гормональной терапии. Я бы на месте гинекологов поработал бы над этими препятствиями. Я бы попытался снизить количество этих препятствий. И, к сожалению, наши гинекологи, они этим не занимаются, они привыкли зарабатывать на детородном периоде женщины. Никто не хочет заниматься женщиной в климаксе, кроме нашего канала Психфарм ТВ. Поэтому я сейчас обращаюсь и к женщинам. Вспомните, пожалуйста, про вот этот ролик, про анвифен, про то, что он повышает активность дофаминовых нейронов. Но вспомните также и то, что он повышает активность гамкаргической системы. И, соответственно, у нас с вами за счет воздействия на гамк-Б рецепторы, имитация повышения активности гамкаргической системы. И вот эти все неприятные ощущения, которые есть в климаксе, которые есть в предминструальном синдроме, они будут снижаться. В общем, получается довольно комплексное влияние. И еще, что очень важно. Вот это очень важно. Я сейчас обращаюсь к мужчинам, которые живут с женщинами. Если вы будете предлагать своей женщине какие-нибудь психотропные препараты в период климакса или в период предминструального синдрома, особенно предминструального синдрома, то эта ваша женщина может на вас посмотреть очень и очень внимательно и высказать вам свое фе. Я бы этого делать не стал. К счастью, анвифен является ноутропом. Вы всего лишь предлагаете женщине препарат, который улучшает активность, повышает, скажем так, активность мозга вашей половинки. То есть, ничего на самом деле страшного от этого, конечно, не происходит, потому что ноутропами сейчас увлекается весь мир. Но одновременно вы убиваете анвифеном сразу огромное количество зайцев. Я считаю, что вот в этом надо исследовать анвифен. Надо исследовать анвифен, конечно, в климаксе. Надо исследовать анвифен при предминструальном синдроме. Надо исследовать влияние анвифена на самом деле на мир в семье. Я думаю, что за этим стоит будущее. Ну и как всегда, заканчивая наш ролик, я вам советую, пожалуйста, становитесь нашими спонсорами. Я вас очень прошу, я вас очень прошу, в обязательном порядке, но не можете стать нашим спонсором, хотя бы подпишитесь на наш канал. Для нас это очень-очень важно. Пишите нам комменты, нам это очень интересно знать ваши отклики. Пожалуйста, ставьте лайки. Если вы хотите отблагодарить нас за эту уникальную информацию, то вы найдете в описании ролика реквизита счета. До новых встреч!